Конец 1918 года. Сибирь. Белая армия адмирала Колчака празднует победу. Войска красных разгромлены по всему фронту и вести боевые действия больше не способны. Огромная территория от Урала до Тихого океана освобождена от большевиков. Ощущение, что белые победили окончательно и без поворотов. И власть комиссаров больше не вернется никогда. В честь Великой Победы по указу Временного правительства Сибири учреждаются два ордена, которые символизируют новую эру в истории страны. Один называется «Освобождение Сибири», второй – «Возрождение России». В мемуарах одного из сибирских министров мы прочли, что ордена были изготовлены из золота и платины и украшены драгоценными камнями. Работу эту выполнили лучшие сибирские ювелиры. А заказ на орденские ленты разместили аж в Японии. Всего было изготовлено более 400 орденских знаков, которые хранились в Тобольске. Осенью 19-го их собирались вручить наиболее видным деятелям белого движения и отличившимся в боях офицерам и солдатам. Но неожиданное и стремительное наступление Красной Армии эти планы сорвало. Кроме орденов, в Тобольске в этот момент находилась еще казна Временного Сибирского правительства, а также часть золотого запаса Российской империи, хранившаяся под опекой адмирала Колчака. Вдобавок, в закромах Тобольской епархии были сосредоточены ценности, принадлежавшие церкви. Чтобы сокровища не достались красным, их было решено эвакуировать. Согласно официальному приказу командующего 1-й сибирской армии генерал-лейтенанта Пипеляева, все ценности, в том числе и уникальные ордена, в октябре 1919 года погрузили на пароход Пермяк и отправили по Иртышу в Томск, город, куда по плану должно было переехать сибирское правительство в случае отступления Белых. Сопровождать груз было поручено 30 офицерам под командованием штабс-капитана Николая Киселева. Известно, что до Томска пароход Пермяк не дошел. Иртыш и Обь в 1919 году покрылись льдом раньше времени, и пароходу пришлось встать на зимовку на полпути между сибирскими селами Сургут и Тундрина. По распоряжению штабс-капитана Киселева ценности были переправлены на берег и закопаны. А сопровождавшие груз офицеры, захватив опись и схему подходов к тайнику, отправились в Томск пешим порядком. С тех пор спасенные от большевиков сокровища никто и никогда не видел. Хотя поиски их начались еще во время Гражданской войны. И, как мы выяснили, продолжается до сих пор. Ищут в основном колчаковское золото, сибирскую казну и драгоценную царскую утварь. По мнению специалистов, это один из самых дорогих кладов в истории России. Но для нас самая интересная часть клада – это уникальные ордена. Я думаю, они вообще бесценны. Это символика демократической Сибири, которую сейчас или не вспоминают, или не хотят вспоминать, а она же была. Для исторической науки, в первую очередь, для отечественной исторической науки, для региональной исторической науки Сибири – это бесценная находка. Но документы все-таки свидетельствуют, что они были. Во всяком случае, они разрабатывались, учреждались. Если бы их кто-то нашел, они бы неминуемо где они проявились, хотя бы через частные коллекции. Мы начинаем свои поиски пропавших реликвий. Уникальных наград, выпущенных Временным сибирским правительством в 1918 году. И ставших символом освобождения Сибири от власти большевиков и возрождения России. По мнению ученых и коллекционеров-фалеристов, находка даже одного из пропавших орденов стала бы огромным культурно-историческим событием мирового значения. Орденов этих нет ни в музеях, ни в частных коллекциях. Они ни разу не всплывали на аукционах, их нет в каталогах. Более того, мы даже не знаем, как они выглядели, пока не обнаружено ни рисунков, ни фотографий. Поэтому, прежде чем отправляться в экспедицию, мы тщательно изучаем архивы и работаем со специалистами. И вскоре с их помощью в нашем активе появляется первая находка. Есть ссылка на воспоминания мигранта генерала Сахарова. Он говорит, что да, такой орден был. Значит, он во времена директории был упразднен, но вроде ходу как бы и не получил. То есть я тоже не могу сказать, как он утверждает, были ли награждения или не были. В 1991 году, после подписания президентом России указа о передаче документов госбезопасности на государственное хранение, была обнародована ориентировка ЧК на розыск орденов освобождения Сибири и возрождения России. Судя по документам, поиск реликвий велся 10 лет и очень тщательно. И не только в Западной Сибири, но и в Центральной России. Но дело, открытое в 1922 году, так и не было закрыто. Не нашли орденов чекистов. Зато органам удалось обнаружить документы Временного сибирского правительства, где есть словесное описание орденов. Теперь эти документы стали доступны и нам. Вот как выглядел, например, орден освобождения Сибири. Высшая степень ордена представляет собой прямой золотой крест, на который накладывается меньшего размера крест, сделанный из малахита. Ширина креста, как золотого, так и малахитового, концам постепенно суживается. В центре креста стоит золотая накладная дата 1918. Орденская лента состоит из белой и зеленой полос, где белый цвет символизирует снег, а зеленый – тайгу. По этим описаниям мы попросили наших художников сделать эскизы. Вот так примерно могли выглядеть пропавшие реликвии. Это Орден Освобождения Сибири. Этот и другие эскизы мы направляем специалистам, в их числе ученые и коллекционеры. Вдруг кто-то встречал нечто подобное, но не смог идентифицировать. Одновременно мы начинаем проверять основную версию исчезновения реликвий, по которой Ордена и другие ценности были вывезены из Тобольска в Томск на пароходе Пермяк, но из-за ледостава выгружены охраной на полпути где-то под Сургутом. Мы выяснили, что в начале 20 века навигация на реках Западной Сибири длилась пять месяцев и заканчивалась в конце сентября. В теплую осень этот срок мог увеличиться еще недели на две, но не больше. Также мы установили, что путь от Тобольска до Томска даже для мощного парохода составлял не менее 15 суток. В результате анализа этих данных мы обнаружили ряд очень странных обстоятельств. Пароход Пермяк из Тобольска в Томск вышел вечером 22 октября. Навигация по всем меркам уже закончилась. Реки вот-вот должны быть скованы льдом, а впереди еще две недели пути. Неужели, зная об этом, белые рискуют отправить наполненный сокровищами пароход в Томск? Он же наверняка застрянет и может стать легкой добычей для любого отряда красных. Пароход действительно несколько дней спустя оказался в ледовом плену. И охрана по приказу штабс-капитана Киселева выгрузила опломбированные ящики на берег и закопала их. Так написано в большинстве публикаций на эту тему. Но было ли так на самом деле? У нас возникли сомнения, что белые, зная о грядущем ледоставе, решили на авось отправить пароход с сокровищами именно до Томска. И наши сомнения вскоре косвенно подтвердились. В Тобольском архиве мы нашли копию телеграммы, управляющего местным отделением Госбанка, в которой выражено беспокойство в связи с эвакуацией народных святынь и ценностей. Но только не в Томска, а в Сургут, не дойдя до которого и застрял пароход. Этот город, как указано в телеграмме, находится на расстоянии пяти верст от пристани. Сообщение на лодках, в которых придется перевозить массу ценностей, в том числе много звонкой монеты. Ни одного каменного здания. Ценности для безопасного хранения сложить негде. Возможность быть оставленными со всеми ценностями, имуществом и, запомните, служащими на пустынном берегу Аби при военной охране всего 30 человек вынуждает нас доложить о том, что за сохранность находящихся в нашем ведении ценностей мы поручиться не можем. Телеграмма говорит о том, что власти наверняка задавались вопросом, где еще по пути парохода Пермяк можно укрыть сокровища. Ведь уже было понятно, что до Томска пароход вряд ли дотянет, а Сургут – место неудобное и ненадежное. Какие в этом случае могли вноситься коррективы? Отметим, что под Сургутом ящики на берег переправляли только офицеры охраны. В документах нет ни слова о работниках банка, которые также, судя по телеграмме управляющего, должны были сопровождать груз. Но если они на пароходе были, то куда делись? Задавшись этим вопросом, мы сделали открытие, мимо которого, видимо, прошли чекисты. По факту исчезновения золота, церковных ценностей и орденов органами были допрошены несколько членов команды парохода. Они показали, что Пермяк дважды останавливался на ночную стоянку. По мнению допрошенных, из-за плохой видимости, когда стало невозможно продолжать движение. И чекистов этот ответ устроил. И вот что странно. Наполненный сокровищами пароход торопится прорваться к своим. И вдруг делает две длительные, совершенно ненужные в этих условиях остановки. Причем первую, через несколько часов после отплытия, у села Кугаева. Всего в 32 километрах от Тобольска. А на следующую ночь Пермяк останавливается у села Бронниково. И только потом уже идет полным ходом к Сургуту, не задерживаясь ни днем, ни ночью. Как мы выяснили, темное время суток никогда не мешало опытным сибирским капитанам. С чем же связаны отмеченные нами странности? Наши предположения следующие. Белые понимают, что накануне ледостава до Томска пароход не доберется. А Сургут для хранения всех ценностей место ненадежное. Поэтому груз делится на несколько частей и на каждой стоянке часть сокровищ под присмотром работников банка переносится на берег. В результате на пароходе остается лишь часть груза и кроме команды офицера из отряда штабс-капитана Киселева. Эта версия нам представляется очень перспективной. При этих условиях сохраняется вероятность пожертвов какой-то частью сохранить остальное. Поэтому, кроме берега под Сургутом, мы намерены обследовать окрестности сел Кугаева и Бронникова. Могли ли здесь быть спрятаны ордена и другие сокровища, хранившиеся в Тобольске? Оказалось, что село Кугаева расположено не на самом берегу Иртыша. Ближайшая пристань находилась в деревне Галашуба. И уже отсюда, преодолев полтора километра осеннего сибирского бездорожья, можно попасть в само село. В Кугаево нас заинтересовал каменный храм Рождества Христова, построенный в 1798 году и расположенный недалеко от берега. Мы поговорили с местными жителями и получили довольно интересную информацию. Оказывается, в селе есть предание, что из церковного подвала ведут два подземных хода. Один заканчивается в нескольких метрах от церкви, другой выходит на кладбище. Попробуем их отыскать, но сначала надо ответить на ряд вопросов. Как известно из материалов допросов, пароход причалил не к берегу под храмом, а к пристани. От пристани до церкви около километра. Значит, нужен был транспорт. Это практически было возможно, конечно, здесь, потому что были зажиточные люди. Один из них, значит, как бы крестьянин Николай Галашовин, который он торговал рыбой и предоставил по преданию как бы свои подводы для вывоза вот этих ценностей. Значит, они были доставлены на кладбище, а с кладбища до церкви шел подземный ход. И это можно было сделать достаточно скрытно. Теоретически все сходится. церковные подземелья, место вполне подходящее. Да и священнослужители – люди надежные. Но что было на самом деле? Это единственная каменная церковь на левом берегу Иртыша. Памятник истории и архитектуры. Запах внутри очень тяжелый. Летом в Сибири жарко, и сюда в поисках прохлады приходят с пастбища животные. Как нам рассказал глава местной администрации, лет 10 назад кладоискатели уже делали попытку проникнуть здесь в подвал. Пробили отверстие и обнаружили, что подполье заполнено газом. Местность тут болотистая. И газ вполне мог из почвы заполнить пространство под краном. Мы проделали несколько отверстий и спускаемся вниз, лишь когда появляется уверенность, что подземелье проветрилось. Иначе слишком опасно. После обследования большой лаз мы заделаем, а вентиляционные шурфы оставим. Мало ли что. А так для всех будет безопасней. И для местных, и для реставраторов. когда они сюда придут. Да, здесь пусто, и тут тупик. Судя по показаниям прибора, это цветной металл, похожий на медь. Судя по всему, это пряжка. Для меня герб Российской империи говорит, что это пряжка, видимо, начало. Есть предание, что в 1921 году из-за этих сокровищ как бы были расстреляны два священнослужителя. То есть советская власть как бы хотела узнать тоже, значит, докопаться до истины, дойти до этого, но они, значит, не поддались и из-за этого скорее всего пострадали. Ни орденов, ни других предметов, имевших отношение к сибирской казне, пока не найдено. Одного металлодетектора тут недостаточно. Нужна более серьезная аппаратура и человек сто с лопатами. Когда стало ясно, что поиски в подземельях села Кугаева зашли в тупик, мы несколько приуныли. Наше настроение передалось и сибирским журналистам, которые следили за ходом расследования. Они тоже надеялись на сенсацию. Мы собрались вместе с коллегами в Тобольске, чтобы сделать промежуточный отчет о проделанной работе. И тут по ходу разговора возникла одна идея. Как привлечь к нашим поискам дополнительные силы? Конечно, эскизы орденов уже находятся в руках довольно большого числа специалистов. Историков, краеведов, коллекционеров. Рисунки были разосланы во многие музеи и библиотеки. Но все охватить невозможно. А тут, благодаря журналистам, мы получили дополнительную поддержку для распространения информации об орденах. мы продолжаем идти по следам стоянок парохода Пермяк. Село Бронниково, расположенное на правом берегу Иртыша, к сожалению, оказалось объектом для поиска малопригодных. Единственным местом, где могли спрятать сокровища, была местная церковь. Но еще в 20-е годы прошлого века большевики ее сравняли с землей. Чтобы что-то найти, нужно перекопать огромную территорию, что по многим причинам пока невозможно. Следующий объект берег Аби в районе последней стоянки парохода. Пароход Пермяк застрял во льдах, когда до Сургута оставалось 4-5 часов ходу. Произошло это где-то здесь, в районе села Тундрино. И как мы помним, команда штабс-капитана Киселева здесь и зарыла ящики с ценностями. Описи, схема подходов к тайнику, как считают историки, не сохранилась. Но работая с документами, мы обратили внимание на ряд интересных событий, которые в разное время произошли в этих местах и которые могут иметь отношение к когда-то закопанным здесь сокровищам. В 2000-м году в редакцию Ханты-Мансийской газеты новости Югры пришел охотник-промысловик Василий Селиванов. С собой у него было несколько золотых монет. Рассказал охотник следующее. Еще в 1968 году в тайге он наткнулся на земляную пирамиду искусственного происхождения. 8 метров высотой, 9 на 10 метров шириной. На песке у подножия лежали золотые монеты царского времени. По факту находки Селиванова была сформирована поисковая группа, которую возглавил уже знакомый нам Александр Петрушин. Сели на вертолете, погода была очень плохая. Взяли деда, полетели туда, место такое глухое, чувствуем темнеет, не сесть нам туда, завалимся и останемся надолго. На карту все это посадили, решили вернуться летом. Следующая экспедиция в тайгу тоже проходила непросто. Вистыка, конечно, но полетели не рассчитывая в День Святой Троицы, хотя и атеист. В День Святой Троицы земля кладов не отдает. Можете улыбаться, смеяться. Шесть часов над точкой на карте мы покружили, на место так и не вышли. Маршрут той экспедиции в подробностях был нанесен на карту. И мы его повторили. Но то, что мы увидели, сильно отличалось от картины, описанной нашими предшественниками. В Сибири подвижный рельеф местности и объект, указанный на карте, со временем может поменять свои координаты. Тем не менее, поисковики прочесали окрестную тайгу. Было обнаружено два холма, но кладов там не оказалось. Ввиду важности задачи, район поисков было принято расширить. И, наконец, пирамида, о которой сообщил охотник Селиванов, была найдена. Это оказался археологический памятник. Капище, место для священных обрядов. А золотые монеты, которые нашел охотник, были когда-то оставлены здесь во время совершения одного из таймств. И так след с наполненной золотом пирамидой в тайге оказался ложным. Но благодаря проверке этой версии мы узнали, что клад штабс-капитана Киселева на речном берегу оставался недолго. Найденные Селивановым царские золотые монеты это факт, зафиксированный документально. Но имеют ли они отношение к сокровищам, которые на берегу Аби закопала команда штабс-капитана Киселева? Ведь пирамида, обнаруженная охотником, находилась примерно в 140 километрах от того места, где застрял во льдах пароход Пермяк. Могло ли золото с парохода оказаться так далеко в тайге? Косвенный ответ на этот вопрос мы получили, продолжая изучать документы времен гражданской войны. Зафиксировано, что в январе 1921 года у деревни Чимаши банда, состоявшая из полусотни бывших белых офицеров, вступила в бой с отрядом под командованием председателя Березовского ревкома Сенькина. Сенькин был захвачен в плен и расстрелян, а банда попыталась прорваться по Евдельскому тракту. Попав под обстрел заградотряда, белобандиты отошли в тайгу. Офицеры сопровождали обоз числом до 15 телег. Что именно находилось в обозе доподлинно неизвестно. Но местные жители, у которых белые останавливались на ночлег, дали показания, что командовал отрядом некий штабс-капитан Киселев. Если так, то выстраивается следующая картина. Скрывшись в тайге от заградотряда, понимая, что обоз сильно тормозит движение и может стать причиной гибели, белые офицеры телеги разгрузили и сокровища снова закопали. С учетом этой новой информации мы понимаем, что производить раскопки на берегу Аби в окрестностях села Тундрина, там, где застрял пароход Пермяк, не имеет смысла. Итак, подведем некоторые промежуточные итоги нашего расследования. Общая картина, по нашему мнению, такова. Накануне подхода Красных в Тобольске скопилось огромное количество ценностей, которые условно можно разделить на три категории. Первая – это сокровища Тобольской епархии, среди которых, например, была гигантская серебряная рака весом в 35 пудов. вторая – это казна Колчаковской армии, в которую входила и часть царского золотого запаса России. И третья категория – казна Сибирского временного правительства, в которой были уникальные ордена. Каждая из этих коллекций имеет своего хозяина. И можно предположить, что и во время эвакуации они не перемешивались. Приход Красных в 1919 году воспринимался как временное явление. Поэтому логично было, если бы церковные ценности были спрятаны неподалеку от Тобольска. Их могли выгрузить на первых двух стоянках и спрятать в подземельях сельских церквей. А вот золотой запас армии Колчака вполне мог быть под охраной офицеров отправлен к своим через Сургут. Что касается сибирской казны с орденами то ее тоже было бы логично спрятать где-то неподалеку от Тобольска. В тех же подземельях на первых стоянках или где-то еще. Исходя из нашего предположения что сокровища хранившиеся в Тобольске были рассортированы по частям мы сделали еще одно предположение что не все реликвии и золото были эвакуированы на пароходе Пермяк. В рассекреченных документах госбезопасности по Тобольску есть интересное свидетельство. В 1965 году в детском доме расположенном тогда в бывшем Иоанновведенском женском монастыре в 10 километрах от Тобольска дети на склоне холма обнаружили небольшой клад царских золотых монет. Местные жители рассказывают что через несколько дней сюда прибыли грузовики с солдатами. Раскопки шли неделю но территория была оцеплена и о результатах поисков до сих пор ничего не известно. Монастырь уже в новое время вернули церкви и вот какое предание здесь существует еще со времен революции. В один из дней октября в 1919 году по просьбе настоятельницы монастыря все монахини должны были на ночь и вечер закрыться у себя в келях. Но две монахини не успели вернуться вовремя. Они задержались в городе и возвращаясь обратно подходя к монастырскому оврагу они увидели едущий обоз в сопровождении отряда солдат. Обоз был накрыт рогожей и из него торчали лопаты. Логично предположить что это было сделано по приказу командующего 1-й сибирской армии генерала Пепеляева. И солдаты зарыли в окрестностях монастыря именно часть сокровищ хранившихся в Тобольске. Но была ли это казна сибирского правительства или церковные ценности мы пока сказать не можем. А результаты раскопок 1965 года пока не рассекречены. Итак, белые власти в конце октября объявляют об эвакуации всех собранных в Тобольске сокровищ в Томск на пароходе Пермяк. Заведомо зная, что пароход застрянет во льдах и может стать легкой добычей для красных. Нам кажется, что объявленная конечная точка маршрута Томск это сознательная дезинформация. Расчет на то, что красные если захотят перехватить пароход то будут делать это после Сургута. А к этому времени пароход уже должен быть пуст. Первая часть сокровищ под шумок еще накануне отплытия парохода прячется в районе монастыря. Далее следуют две остановки в селах Кугаева и Бронникова. Здесь остается еще часть ценного груза. А остальное под командой штабс-капитана Киселева следует далее. Наверняка Киселеву приказано действовать по ситуации. Но не исключено что по плану он должен был дойти лишь до Сургута. Там перегрузить свою часть сокровищ на телеге или сани и дальше двигаться по определенному маршруту. Например в сторону Томска. Но так как до Сургута они не дотянули а в малолюдном Тундрино не было достаточно лошадей и телег то ящики были просто закопаны. Но лежат ли они сейчас на берегу обид или переместились в другое место точно мы пока не знаем. Версии о том что все топольские ценности были разделены на несколько частей нам кажется очень убедительны. Но вряд ли уникальные ордена были в той части которую сопровождал отряд штабс-капитана Киселева. Параллельно мы продолжаем работать с музеями и архивами. Есть надежда что эскизы сделанные нашим художником по словесным описаниям орденов могут помочь в данном расследовании. И мы не ошиблись. Вдруг из одного сибирского городка пришло очень интересное сообщение. Оказывается у них в городском архиве имеются похожие изображения. Рисунки эти хранятся здесь с 1919 года. Каким-то образом они оказались вне поля зрения чекистов. И лежали бы они в своей папке и дальше если бы работники архива не получили наши эскизы и не вспомнили бы что когда-то видели нечто похожее у себя. теперь мы точно знаем как выглядят реликвии которые мы ищем под каждым рисунком подписано какой именно орден здесь изображен это очень ценная находка ведь если история сохранила бумагу то благородные металлы и камень тем более должны сохраниться и так вся доступная информация проанализирована наша версия эвакуации ценностей из Тобольска представляется нам более верной чем та которая существует в общественном сознании конечно подтвердить или опровергнуть ее могли бы масштабные раскопки под Тобольском в Иоанна в Веденском женском монастыре и в селе Кугаево но организовать такие раскопки пока сложно главная же наша находка на сегодняшний день это изображение уникальных орденов освобождения Сибири и возрождения России более 70 лет об этих орденах даже говорить было запрещено а на тех немногих документах что сохранились со времен гражданской войны лежал гриф строгой секретности мы проделали огромную работу которая увенчалась находкой изображений наград временного сибирского правительства вскоре мы начнем новый поиск результатом которого мы надеемся станут не только уникальные ордена но и остальные ценности которые были эвакуированы белыми из Тобольска осенью 1919 19 года уникальные ордена уникальные ордена уникальные ордена Субтитры создавал DimaTorzok